И всем привет! С вами Wages of Sin, и сегодня мы продолжаем играть в Minecraft. Почему именно отсюда я начал Minecraft? Ну, смотрите, сделал я, в общем, вот эту вот комнату-убивалку мобов, которая работает именно по ночам. Из неё я получаю кровяку. Кровяки, в принципе, много. Я тут уже получил себе SoulSense, стержень эфрита, естественно, не заходя в нижний мир вообще. Из него я могу сделать некротическую кость, которая мне сейчас не сильно нужна. Но есть там какие-то ещё рецепты, которых я уже не помню. Короче, не сильно тут много рецептов, но можно, в принципе... Вот эта вот интересная вещь удваивает эффективность вашей костной муки. Учитывая, что она стоит 800, а кровь у нас халявная, то, в принципе, это выгодно. Также черепом скелета-иссушителя можно увеличивать, я думаю, стабильность нашего алтаря, будущего из Таункрафта. Вот. На чём я остановился? Стоял я здесь почему? Именно отсюда, если стоять, то у меня собираются аспекты с умирающих мобов. В итоге я себе, как вы видите, наделал херовую гору палок и очень много заполнил по 5 аспектов, но очень мало идёт у этого Игниса огня. Это, к сожалению, херово, но что поделать? Не идёт он и не идёт. Тут у меня раз, два, три палочки Игниса заполнены, и тут, видите, уже немного меньше. Соответственно, что, в принципе, я хотел делать? Ну, во-первых, я понял, что мне надо будет... Давайте уберём на момент серии... Так-так-так, надо что-нибудь оставить, допустим, вот самую последнюю. Хотя она полная. Почти. Мне не пойдёт расположение именно такое. Да, кстати, я побегал за кадром, нашёл спаунер. В спаунере нашёл семена эндерлилии, и теперь просто тащусь. Позаимствовал один кусочек эндерлика у соседа моего, Стрикса, и, в принципе, потихонечку выращиваю. Ну, тут у меня, как всегда, алюминиевые самородки, медные самородки, оловянные самородки. Тут у меня уже готовое переплавленное всё. В общем, големчики трудятся, не покладая рук. Теперь, что я хотел сказать по поводу... Так, у меня их там... Не помню, неважно, конечно, сколько у меня их там. Раз, два, три, раз, два, три, восемь. Я так подумал, что мне, скорее всего, восьми-то и не хватит. Мне надо, как минимум, двенадцать. А значит, раз, два, три. Это сносим. Тут получается так же. Раз. Фиг там. Ну, получится вот так вот. В принципе, это не критично. Тесноте да не в обиде, как говорится. То есть, вот такое вот расположение. Я просто что-то тоже думал, как лучше расположить. И лучше, чем вот это, у меня в голову идеи не пришло. То есть, это, так сказать, довольно узкий вариант портала, ой, портала алтаря. На три, 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 на двенадцать. Собственно, алтарь. Чё это у нас, алтарей или пи... А, двенадцать педесталов. Потому что, как вы видите, места у меня не сильно много. И его надо экономить. Поэтому будем делать вот так. Меня, в принципе, это более чем устраивает. Портал такой... Ой, алтарь в стиле Майнкрафта получается. Что я хочу? Ну, давайте, собственно, этот алтарь. Где у меня там намекон? Я изучил все аспекты, которые только можно. По-моему, нет ни одного аспекта, который я не изучил. Так что, всё окей. Теперь, что мы делаем? Мы хотим... Ну, это, конечно, круто, но пока рано. Палочку великого дерева я сделал. Золотые наконечники сделал. На балдашники будем делать. Но это в будущем. Алхимия. А где же у нас алтарь-то? Неужели мне его ещё даже открыть? Так, вот это вот мне обязательно надо. И помимо этого, давайте сделаем себе очки. Берём это. Бомажка есть? Бомажки нет. Так сказать, немножечко займёмся магией. А для магии нам нужен... Да! Для магии нам нужен тростник. На удивление. Давайте сотворим из тростника бумажки. И возьмём себе янта. Это мы открыть пока не можем, но соберём, откроем. Камни нам не нужны на данный момент. Лук вообще не нужен. Арбалетом будем пользоваться. Ну, позднее. Да, кстати, я не помню, говорил вроде, что я апгрейд воды на голема сделал. На големов. Это вообще хрень какая-то. Таумические монтировка. Это да, это круто. Но это, собственно, самое нужное. То, что нам надо, это оплатный энергетик. Так что... Вот. Конечно, всё хорошо. Но я хочу алтарь. Макжир мне... Ну, давайте вот это вот всё изучим. Изучать я это буду, скорее всего, за кадром. Ну, давайте я сейчас поставлю на паузу. Запущу то самое приложение, с которым я это всё изучаю. И покажу вам какое-нибудь... Ну, допустим, давайте вот это вот коротенькое... Коротенькое... Чё это у нас? Как эта хрень называется-то? Исследование. Вот. Так, увидимся. Так. И я вернулся. И смотрите, что нам надо. От Сенсуса до... Я... Ладно, неважно. Сенсуса до Прайконтатио. И нам это надо сделать в 3 шага. И говорят, что... Фер в 3 шага. Есть только в 4. В 4 шага это делается примерно вот так. Вот люкс как делается? Хреново делается. Но мы его сделаем. Дальше мне нужен Аэр. Дальше мне нужен Вакус. Я, кстати, не нашёл нормально адекватной версии. Именно по Таункрафту. Что именно я подразумеваю под адекватной? Очень мало версий. Прямо досконально могут сделать... Нормально вот это вот решение головоломки. Потому что Азонор опять что-то изменил. В этих всех настройках. И в итоге... Все те... Рецепты... Ну, не рецепты, точнее. Все... Всё, что было сделано до этого, опять не работает. То есть он меняет что? Он меняет... Вот, допустим, корпус состоит из смерти и бестии, да? Он меняет, допустим, на какие-то другие составляющие. И... Не успевают, в общем-то, за его мыслью... Идти люди. Вот. Делаем вот это. Венто. И... Вакуус. Это нормальное. Магическое что? Металлургия. От металлума до прайконтатио. Тоже за три шага. Нам стеклышко надо. Где стеклышко? Почему я его не вижу? И стекло. Орда надо. Ну, то есть... Как я вам объяснил в начале, я не искал ноды, не высасывал ноды. Ничего с ними не делал. Я тупо оставил персонажа на вечер, который стоял у убивалки мобов. Да, кстати, еще один косяк был замечен на серваке. Где создаются как-то, не знаю, как их называют, очень призрачные мобы, которых не убить нельзя, ничего с ними сделать нельзя. Это тоже беда, но, в принципе, решилось как. Так, убираем чанк лодер, убираем чанк лодер, убегаем, допустим, я убегаю к стриксу. На какое-то время возвращаюсь, ставлю чанк лодер, мобы пропадают. Соответственно, стрикс делает ровно то же самое в обратную сторону. Тоже ставит чанк лодер, возвращается... Ой, убирает чанк лодер, возвращается ко мне, и все, моб пропадает. Неудобно, но главное, есть решение, потому что я поставил на данную сборку опис, опис этих мобов вообще не видит и не распознает их как мобов. То есть, я и говорю, они какие-то... Астральные мобы вообще хрен поймешь. Да, вот я тоже думаю, что люкс как-то нихрена не состоит из орда, потому что я косякнул, и тут надо было ставить аэр. Ну и смотрите, я, в принципе, пока вам рассказывал последние байки, мы выучили алюментум, мы выучили очки откровения, мы выучили магический жир, и мы выучили, а быстрей, магические металлургии. Какой еще минус? Я опять умудрился просрать... Я опять... Я опять умудрился просрать кольцо магнетизма, я не понимаю, куда оно у меня одевается. То ли меня эти мобы убили, когда я пытался построить себе нормальную убивалку мобов, и в итоге она куда-то там засосалась, и я в итоге ее потерял. Кстати, надо ящик хоть проверить. Может, оно тут... Ну хрен там, естественно, тут его нету. Золото, это хорошо, это мы разложим на золото. Кожу тоже мы вернем, но, в принципе, из кожи, я думаю, мы можем сделать что-то. Вот, допустим, Blood Magic можно броню, можно композитный доспех сделать. Ну, в общем, есть применение кожи, чтобы не тратить кожу. Тем временем, давайте заставим нам расходовать кровь, и будем из гнилой плоти делать обычную шкуру. Луки, луки, луки. Ну, луки, если честно, я бы просто тупо бы пообъединял и потом поразбирал. Мечи точно все в мусорку, особенно деревянные. Они мне совершенно не нужны, но я потом установлю там автоматическую просеивалку, которая будет, допустим, мечи, независимо по их состоянию, особенно каменные, тупо скидывать. По лукам я посмотрю, в принципе, потому что можно с них ниточки загробастать. Так что толка в них больше. Так, давайте эссенцию очистки. Йента нам не надо. Алхимия удвоения. Давайте, я даже не знаю, что это такое. В мире довольно много алхимических веществ. Внимательно добавляя подходящие аспекты, вы можете их воспроизвести. Ну, понятно. Слизь удвоить этим и этим. Угу, все понял, спасибо. Делать хуже? Потресканные кирпичи, чтобы сделать. И чтобы сделать костную муку. Да что-то как-то невыгодно, мне кажется. Жидкая смерть. Вот это вот забытое знание среднее. Давайте лучше не будем пока изучать. Потому что это на нас будут накладываться всякие негативные эффекты, которые я не очень хочу. Алхимическое производство. Вы поднаторели в стандартной алхимии. Алхимия удвоения. Теперь пора сделать что-то более глобальное. Вы создали рецепты, позволяющие получить предметы, которые сложно получить обычными путями. Паутинка. Раз. Замшевый булыжник. Да и не проблема. Лед согласен. Бесполезные знания. Но это так. Да бесполезные реально. Стол расщепления я могу сделать? Итак, делаем стол расщепления. Томомометр. Любой этот. Знаете, я тут подумал, у меня до сих пор нету здесь не принесены, точнее, отовсюду шарды, которые были мною накопаны. А пора бы уже принести их в одно место, чтобы я хотя бы мог точно убедиться, сколько у меня шардов есть той или иной. Тех или иных, точнее. Так. Нет, нет, нет. Шарды нет. Отлично. Быстро делается более-менее. Ускоритель я, кстати, пока не делал. Надо будет ускоритель сделать. И будет тогда делаться еще быстрее. Что-то я зажрался как-то. Дважды пробежал мимо этих шардов. Ни разу их не собрал. Раз, два, три, три, пять. Шарды есть. И очень мало. Шардов нет, тут шардов нет. Окей. Будем подниматься. Соберем оставшиеся. Ну, хотя бы двойной прыжок у меня остался. И то радует. Ладно уж, хрен с ним, с этим кольцом магнетизма. А то я вечно големов пытаюсь лишить работы в итоге. Все. Теперь мне надо сделать как минимум... Сейчас, секундочку. Как минимум четыре томомометра. Один с собой. Два на очки. И один еще на... На-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, так. Надо бы золото сюда принести еще, помимо этого. Палочек. Херва гора. Стекло. Томомометр я тоже просрал, но я догадываюсь, где я его просрал. Я когда в лаве поплавать решил, скорее всего, именно на том моменте я и потерял его. А почему я не взял грозовые кристаллы, а? Ух, у меня больше всего. Возвращаемся к Азам, называется. Я забыл, как делать томомометр. Два золота, два любых шарда. Чуть и не нравится. Два золота. А, подождите, там панель стеклянная или стекло? Черт побери. А чужого не делся? Не понял. Раз, два. Не стакаемся, понятно. Два, три, четыре. Че они там предлагали сделать? За шарды. И че это будет на выходе? Да, а не дороговато ли данное хреновина делать? Есть у меня такое ощущение, что дороговато будет. Не так-то у меня и много шардов. Окей, закидываем все это сюда. Теперь, следующим действием будем делать себе очки. Очки делаются два этих, два этих и все аспекты. Кстати, не зря начал переплавлять шкуры. У нас, в принципе, есть чинилка, так что даже если мы напялим очки немного, они пострадают, это будет не проблема. Мы их без проблем сможем подчинить. Так, со шкур у нас проблемы отпали. Это просто чудо. Самая менее заряженная палочка. Вот это... Давайте расходовать вначале ее. А, угу. Не та. Я уже хотел сказать, какого хрена. Там же только что было всего дофига. Теперь давайте нажмем на R. Fluxbird Steam Mod. Вот. Вот это я и хотел сделать. Я хочу, чтобы у меня сразу же в моем шлеме еще и были очки откровения. Потому что я в любом случае буду сейчас ходить именно с этими очками. Поэтому пусть они чинятся. И дают броню. Йоу. Теперь я вижу аспекты. Хоть бы что-нибудь видеть. Тут что-нибудь есть? Ммм. Не. Офигеть, он дорогой, у него есть. Виктор. Ммм. А делайся там халявно. Давайте землю хернем туда и посмотрим, видим ли мы аспекты. Да. А, нет, не плавься. Е-е-е. Мы видим аспекты. Теперь. Талмомометр. Выкидываем нахрен. И другим талмомометром его изучаем. Блин, я забыл очки просканировать так же. Шлем из мана стали. Ну, вообще найсово. Броня. Круто. Правда, как-то странно. Но зато я буду знать, откуда мне можно получить чистый... Чистую броню, короче. Это мы изучили. Это есть, 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 есть. Посох. Давайте посох изучим. Может, ботания вся изучаема. Хрен там. Ну, это я, по-моему, пробовал, не получилось. Да. Это не получилось. А это... Ну, мозг-то дайте мне за это дело. Здравствуй, Гудвин. Я страшила. Подари мне мозг. Зловещий камень. Нет. Пока мы будем избегать по максимуму. Мне надо вот это сделать. И сделать себе полностью броньку. Которая будет пересекаться с... Ну, которая... Короче, висы мне будет уменьшать. В первую очередь вверх. Потом вниз. И потом сапоги. Для этого мне надо что? Шерсть. И... Два... Восемь... Семь и четыре. Восемь, семь, пятнадцать. Четыре, девятнадцать. Девятнадцать шерсти мне надо. Угу. Почти. Ладно. Что у нас по времени? Детская. Детская. Так. Я что-то нифига не понял. Какого хрена у меня музыка стала тише. Я только что же ее настраивал. Она была нормальным звуком. Так. Тогда секундочку я выставлю обратно. И увидимся. Странный, честно говоря. Этот аимп живет абсолютно своей жизнью. Делает, че хочет. Кто-нибудь помнит, сколько я насчитал? По-моему, девятнадцать. Ой, печаль, доска, несчастье. Что же мне делать-то теперь? Классно. Ммм. 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 Хе-хе-хе. И так до посинения. Мне надо бна сейчас сделать ниток. До хренища. Надеюсь, надеюсь, что хватит. Блин. Овцу поймать. Опасно я, потому что, в принципе, мобов очень часто. Ну, не часто, точнее. Иногда удалять могу. Если они будут подключить. Так. Ну, что. Тогда делаем все проще. Один лук – это три нитки. Как-никак. Время пришло. Луки составить нам. Да, кстати, АИМ до этого работал на 8% громкости. Когда кончился плейлист, запустив его, я его не услышал. В итоге сейчас он работает на 40% громкости. И я бы сказал, это ровно то же самое, что и было до этого. В общем, проценты, видимо, в понятии растяжимы для АИМ-а. Так, нет. Какой самый потертый? 33. Давайте его починим. Почти целехонькие. И вот этот вот. Ну, давайте попробуем эту хрень разобрать. Ну, три нитки. Три нитки. Не знаю, сколько ниток. Ну, будем надеяться. Я, честно говоря, ожидал, что мне всего этого более чем достаточно будет. Анхрен. Нет. Давайте раз, два, три, четыре. Я не понял, у меня что, висы не уменьшаются, что ли? Ёб твою налево. А нахрена мне тогда делать и тут? Ох, 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 ох. Хорошо. Дон паник. Твою налево. Да не, ну это бред. Как так-то? Что, не продумано, что ли, это все? Так, хорошо. Ну, это я так хочу проверить, может быть. Ну, то есть, это для путешествий, короче. Мне этот шлем. Больше ни для чего. Давайте сделаем такую штуку. Называется она... Библиокрафт. Блио. Крафт. Здесь есть такая штукенция, называется, мне кажется, стойка брони. Нет, спасибо. 64 мне точно этих броней не надо. Да и делается она дешево, поэтому... Ну, нафиг. Еще и читерить ради этого. Не дай бог. Я, в принципе, из-за этого на записи хочу играть. Не то, что я читерю, а просто, чтобы, наоборот, в любом случае постараться не делать этого. Потому что, согласитесь, интереснее, когда все делается вручную. Потому что, если я тупо на читерю, ну, блин, не знаю. По мне так это тупо неинтересно будет. Камушек 2. Могу ошибаться в данном рецепте, потому что я его досконально не вспомню. Так, мне надо толкаться где-то здесь, поэтому... Так. Так. Так, наверное. Не так, что ли? Что, просто, что ли, shift-право? Понял. Мне надо в любом случае залезть на кнопку, shift-право-кнопка, и я меняю полностью свое обмундирование. Давай, не, мне еще надо. 2. Ладно, стекло у меня есть, так что это не проблема. Сейчас я опять, естественно, неправильно выставлю рецепт. Так я и думал. Ну да. Нельзя использовать верстак как склад. Даже временный. Тыщ, 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 тыщ. Подыщ, подыщ, подыщ. Ой. Такой, ну нахер я палочку забираю. Есть. Теперь. Залазим опять сюда. Голема хорош шерстить мои сундуки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четыре, шестьдесят пять. Ну, в принципе, да. Экономим, уже экономим. Если мы подойдем сюда и скажем, хоп. Он скажет, хоп. Я подойду, хоп, хоп. Если так просто, то я зайду. Правой кнопкой, если просто, то я зайду в инвентарь. Если я зайду в шифт правой кнопкой, то поменяю ту вещь, на которую я сейчас нацелен. А если я нажму на кнопку и нажму шифт правой кнопкой, то меняется полностью весь набор. Найс. Не правда ли? По-моему, круто. Еще круче то, что я могу его чинить. Да. Знаете, у меня есть такая хорошая такая идея. Нет, идея плохая. Потому что у меня кровь не будет добываться. Но, в любом случае, давайте пропустим ночь. И пойдем порежем овец. Будет у нас серия путешествий. Наверное, если мы выживем. Ой, дурак. В чем побежал? Вот это мне больше всего не нравится. Что вот я выхожу и забываю про броню. Ну, я же... Господи, это еще и надо пустой рукой делать. Ладно. Буду знать. Весьма неудобная вещь. Ну, что поделать. У меня тут опять начали растить чертовы семена. Скоро надо будет опять делать вылазку для того, чтобы очистить мир от скверны. Где хоть одна овечка? Была же. Была да пропала. Овца! С тебя грибы состригаются. Ох, йо! Я тебя могу вернуть в обычный вид. Ой, ой, ой. До свидания. Спрута я стричь не могу, наверное. Это было бы глупо. Блин, но стричь корову и получить обычную корову. Интересно. Мне нравится. Блин, так много криперов. Вот овечки тут были, я помню. А сейчас их ни одной нет. Мне, короче, очень и надо. Воу. Воу-воу-воу. Аура, что ты делаешь? Какая ты хорошая аура и прямо рядом с домом. А я ту палочку забыл на верстаке. Молодец. Как ноль? Ты же не должна высасывать до нуля. Ё-моё. Всё, 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 всё. Я понял. Значит, мне... Я просто до этого, походу, никогда не игрался с этими палочками. А именно с тем, что... До того, как изучу максимальное умение. Всё. Это у меня по максимуму. Этого мне не надо. Блин, я надеюсь, аура восстановится. Иначе я её сожрал в ноль. Просто так. Это, блин, это Виктус. Херово. Её разложить надо будет тогда. Найсово. И мы, в принципе, ищем овец. Ноды я пока помечать рядом с собой не буду, потому что я в итоге потом их буду собирать. Пока что они мне вообще нужны постольку-поскольку, потому что я заряжаю, как я уже говорил, рядом со своим спавнером. Но, странно. На прыжок я нажал заранее. Ну, пусть у меня будут аспекты хотя бы. Где я нахожусь? Где я нахожусь? Нет ни одной овцы. Слушайте, знаете, мне реально везёт на это дело. Я уже придумал, что я буду делать. Я тупо захожу огромное поле. Старик-озёл. Ну его нафиг. Эта скотина ядом. Ну, не ядом, а отравление даёт. Я что хотел сказать? А, я засажу тупо огромное поле эти... Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж за беда-то? Там нода, кстати. Ещё раз. Четвёртый раз. Я засажу огромное поле. Засажу огромное поле этого... Блин, как он называет? Хлопка. Хлопка, хлопка, хлопка. Потому что без шерсти это, ну, совсем беда. Ладно, в принципе, насрать пока. Чё вы делаешь? Чё вы делаешь? Хороший вопрос. Чё я сказал? Давайте тогда пока... Есть ещё чё-то. Чё у нас тут? Отчистка эссенции. Проэкантацию и до... Где эта проэкантация? Пардонте, сейчас найду. И до... Как он? Лимус. Три. Вот с мозгом тут... В моей программе с мозгом именно беда. Вот она плохо распознаёт и не ту цепочку выдаёт очень часто. Со всеми остальными аспектами вроде бы правильно. Но сейчас проверим. Янта, Виктус и... О, это не Виктус, это Фэймос. И Виктус. А тут давайте, допустим, от Виктус, от Фэймоса до Воды. Есть ещё покороче? Хорошо, вообще в два действия. Нет, в два действия главное есть, но мы не показываем. Нормально. Я сейчас в одно действие сделал, да? Окей. Ладно. Иногда лучше делать, называется, чем подсматривать. Ресёрч комплит. Ммм, банки и бирки. На халяву. Найсово. Трубы нет. Пустотная банка. Не жируем пока. Пока не жируем. Чтобы делать пустотные банки. Печь. К сожалению, печь нам не понадобится. Уж чё-чё, печь из таункрафта. Короче, не сильно нам нужна. Я же совсем забыл. Вот почему? Обычно вы качаете. Блин, ну теперь. Более быстрее, быстрее. Бережливый маг. Неизвестно, чё это. И мастерство. Безопасное. Закрытыми глазами. Но я всё-таки в забытые знания немножечко вошёл. Да мою мать, ненавижу. Так, берём от сих до сих. И в 4 действия. Да? В 3. 3 действия. Это у нас получается. Пердиша. Вакуус. И... Аэр. Не с той стороны пошёл. Это печально. Чё и делаю. Чё? Вакуус. И аэр. Вот теперь всё правильно. Спасибо, раз. Но мне сейчас вот вообще не до тебя. Раз, два, три, четыре. Депрайкон... Татио. Это у нас чё? Это у нас левая кнопка мыши. Четыре. Ой, что-то. Аспекты-то прям такие... Лёгонькие, я бы сказал. Раз. Два. Три. Четыре. То есть я в любом случае... Аэр. Мне придётся положить и так, и так. Люкс. Дальше. После люкса опять Аэр. И... Вакуус. Вакуус. Теперь. Давайте попробуем всё-таки... Раз, два, три. От Вакууса. Я думаю, до Мотуса. Они совместимы вообще, нет? В три действия. Вообще, как нифиг делать. Всё на Аэр и завязано. Аэр. Люкс. И снова Аэр. Это мастерское обращение с узлом Ауры. И давайте почитаем, что же оно нам даёт. Что же оно нам даёт. Вот. Вы открыли более эффективные методы выкачивания. Теперь вы выкачиваете энергию в три раза быстрее. Мне на самом деле не скорость выкачивания интересует. Мне интересует, чтобы я в итоге висы оставлял внутри этой Ауры. А не тупо сжирал всё, что у меня есть. Ах, бережливый маг. Долбануться. Вот здесь уже, конечно, если не брать подсказки, то можно засесть надолго. Раз, два, три, четыре, пять. И я отчасти против такого, чтобы, блин, сидеть по два часа над одной хренью. Голова вам, конечно, интересная. Но не настолько, чтобы я за ней спал. Так, от Аэра до Люкрума. Давайте попробуем. И в три хода. Вот и отлично. Мотус. Бестия и Хуманус. Бережливый маг. Сохраняем на потом. Надеюсь, это оно. Вы начинаете лучше контролировать количество вис, которые вы качаетесь в Лауру. Теперь вы всегда будете оставлять как минимум одну единицу каждого аспекта в узле, дабы предотвратить её полное истощение. Такой контроль невозможен, когда вы используете из обычного дерева или железа. Это очень дорогой рецепт удела Аура в банке. Сразу же скажу. Забытое знание наполнения предметов магии. Давайте забытое знание. С мозгом опять проблема. Надо посмотреть, что мозг состоит из этого и привидений, и огня. Обязательно. Раз, два, три, четыре, пять. То есть давайте сделаем опять же мозг и сова. За пять. Вот он мне сейчас предлагает мозг на землю разложить. Естественно, не получится, потому что мозгу земли вообще нет. Мне надо сейчас искать рецепт, в котором есть как раз такие спиритус. Иначе я его не смогу разложить. Ну, в принципе, если знать, то есть вот такие вот основы, то это без проблем разобраться можно. Но, тем не менее, вот такие вот подводные камушки небольшие есть. То есть тут уже надо понимать. Ну, учитывая, что первые разы я все это складывал вручную, то, блин, я уже тут понимаю достаточно. Так, теперь мне надо от Виктуса до Орда за два шага. Опять же, земля. Ну, вроде тут больше, кроме как с... Забыл опять, как называется. Ну, короче, кроме как с мозгом, в этой программе проблем больше нет ни с чем. И теперь от Виктуса до Прэконтацио тоже за два. Это Фэймос и Вакус. Все нам подходит. Вакус. Найс! Теперь я мастер. Уровень постоянного искажения увеличивается. Мне это не нравится. Теперь вы изучаете намного тщательнее. Каждый раз, удаляя аспект перемещенный в шестиугольник, у вас есть 50% шанс вернуть себе этот аспект. А также у вас есть 10% шанс не потратить аспект при его применении в шестиугольник. Наконец, вы можете собирать аспекты из составляющих, нажав Shift-LKM. Если у вас достаточно нужных аспектов, аспект будет собран. Вот это в принципе... Давайте про искажение и порчу. Многие считают, что человек не должен изучать магию, и ничего это не подтверждает, так как искажение. Исследование запрещенных знаний или разработка объектов сомнительного характера имеет тенденцию искажать ум Тауматурга, скручивая тела и портия их умы. Это называют искажением. Хотя некоторые типы искажений наносят временный характер и будут исчезать со временем, нет известных способов избавления от постоянного искажения, полученного один раз Тауматургом и игнорирующим опасность в погоне за властью, и встающий на скользкий путь. Искажения обычно проявляются как незначительные проблемы с концентрацией, физической болью или галлюцинациями. Это больше, чем просто умственное заболевание, хотя некоторые видения иногда дают полезные знания, но некоторые галлюцинации оказываются пугающе реальными. Порча. Если искажение является психическим проявлением магии, то порча является и физическим проявлением. Ну, порча это, короче, зараженная земля. Хорошо. Ну, ладно, что, мы что-то изучали, изучали, изучали. Давайте сделаем себе... Давайте сделаем себе инструменты из золота. Это топор. А то что-то как-то в итоге ничего и не создали в этой части, только поисследовали и немного побегали по миру. Это топор и это кирка. Для чего? Все просто. Мы будем делать стол преобразования, который мы изучить-изучили, соло расщепления вру, но не сделали. Слэбы и деревяха. Ну, не земля. Нет. Нет, нет, нет. Слэбы 3 и деревяхи 2. Все есть. Прямо аж крутота. Теперь делаем вот так вот. Делаем вот так и делаем вот так. Пердишу. Насрать. Ну, это как раз разрушение, насколько я помню, или что-то типа того. И вот у нас есть стол расщепления. Скажу наперед, чтобы нам выгоднее всего перерабатывать на этом столе. Это верстаки. Это верстаки. Берем. Берем. Делаем. Это что? Это шерсть? Шерсть. И делаем верстаки. Хоть у верстака и всего так мало. Неужто опять изменился рецепт? Раз. Два. Ну, по сути, с одного верстака по одному аспекту имеем. Но единственный, в чем минус, мы... Огонь. Огня не было никогда в верстаке. Теперь есть. Тера, Орда, Земля уже были. Аэр появился. Аэр появился. Отлично. Тера. Не, Акпердишу. Отлично. Аква осталась только. Если тут будет Аква, то все. Проблема решена. Мы будем расщеплять столы и верстаки. Аква есть. Все. Все. Все найсо. Все отлично. Все замечательно. Вот. Ну что. Давайте тогда на этом заканчивать. Я вам показал, в принципе, Таункрафт. Я вам показал стол зачарования. Я, в принципе, уже могу сделать себе... Ботиночки. Но мне надо для этого... Давайте тогда уж... Я уж доделаю себе реально ботиночки. Раз. Ты умеешь пережать? Пережимать. Ты умеешь пережимать. Для ботиночек мне надо 4. На 4 мне надо 16, что ли, ниток. Отлично. Все. Я набрал. Давайте я пока сделаю себе недостающий фрагмент. Это мои ботиночки. И все будет просто замечательно. Раз. Два. Три. Четыре. И у нас будет максимальный дискаунт по ВИСу. Ну, скидка в смысле. Все. 10% по ВИСу мы имеем скидочку. 5. И все остальное монтирование в сумме тоже дает 5. Мы не можем ни с чем смешать, к сожалению. Мы можем только очки сделать, вот как я сейчас сделал. И пока что все. Да? Да. Ну что, давайте тогда на этом серию завершать. С вами был Witch of Sin. Это была игра Minecraft. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.